В полицию с заявлением о кражах обратился управляющий сетевого магазина компьютерной и бытовой техники. Камеры видеонаблюдения запечатлели очень скромного покупателя. Мужчина брал товар, но не оплачивал на кассе. Совершал какие-то манипуляции у аппарата самообслуживания, затем направлялся к выходу и так не один раз. Полицейским не составило труда задержать подозреваемого. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Был ранее судим, в том числе за кражи. Добычей тайного покупателя стали маршрутизаторы, беспроводная клавиатура, адаптер и другие технические устройства. Дальше как распоряжались товаром? Продавал его в комиссионный магазин. За полученные деньги тратил наличные нужды на продукты, на дорогу. В отделе дознания МОИ МВД России Энгельской по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту хищения в магазине бытовой техники. Злоумышленник действовал тайно. На протяжении полутора месяцев было совершено им 10 эпизодов краж. Подозреваемым было избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде надлежащим поведением. В народе говорят, лучше горевать, нежели чужое брать. Какой бы выбор сделан ни был, держать ответ все равно придется. И перед законом, и перед совестью. Андрей Багаев, Ольга Иванова, Виктория Щербакова, дежурная часть саратов.